Всем привет, с вами Прия. Уже прошла целая неделя с момента выхода патча 8.2. Я готов наконец-таки структурировать абсолютно всю информацию по поводу максимального экипирования шмота различного. В текущий момент мой воин 416 в этом левел. Если глянуть абсолютно весь шмот, то в принципе он не особо примечателен. Абсолютно весь этот лут упал с недельных сундуков. И в принципе он с относительно хорошими статами. Варом я не играл очень долгое время, ну как не играл, просто поигрывал им. Закрывал недельные сундуки. Если вы активно следили за ютуб каналом, то видели это. Да и в принципе все. В итоге что-то надропал, что-то полезное, что-то прокнутое. Но останавливаться на этом не стоит. Крейду нужно конечно там будет еще подготовиться и все такие дела различные сделать. Самое главное нововведение, которое только нам впаяли в этом патче 8.2, это назратарские вещицы. Бентесные. Бентесные вещи могут быть 425 в этом левела. Азеритки могут быть 415 в этом левела. Относительно недавно я сделал об этом видосик. Рассказал о том, как это все сделать лучше, как лучше влить жемчужины. Гляньте, посмотрите, не поленитесь. В описании я обязательно скину ссылочку на этот видосик. Мы там экономим жемчужины на мейне. В общем делаем весьма интересные вещи с целью того, чтобы как только можно было бы максимально пробовать какие-либо различные вещицы. В общем полезный материал получился, даже мне понравился на удивление. Так вот, пользуемся ими обязательно, это 100%. Далее, что мы хотим? Мехагон. Да, там тоже есть немножко интересных вещей. Апнув некую планку репутации, мы можем купить чертеж, который позволяет нам крафтить. По-моему, это как-то так и выглядит. Собственно, крафтим там колечко или тринкет и просто-напросто радуемся. Я думаю, это весьма неплохой вклад в одевание персонажа. К тому же, никто не требует с вас посещения пятипипловых инстов, рейдов. То есть, все реагенты формятся на мехагоне. Всякие вот эти, если сумки открыть, там ящики, цепи, аккумуляторы, осцилляторы. То есть, все на острове и, конечно же, все это дело реализуем на острове. Путем крафта различных полезных для себя вещей. Я уж так как-то начал относительно быстро по темпу все это дело говорить. Но я думаю, данный видосик будут смотреть те люди, которые примерно на итем-левеле 400-м. И уж о всяких там мировых боссов начального уровня, о различных там фронтах, с которых падает 400-й шмот. Но я не буду особо о них рассказывать. Это уже фишечки давно введенные. Думаю, вы сами о них прекрасно знаете. Просто если у вас уже 400-й эквип, смысл убивать прошлых боссов. Смысл ходить в мифик нули, в которых пока что 370-й итем-левел. Близится третий сезон. Он начнется с 10-го июля. И с целью того, чтобы поднять итем-левел, мы можем ходить в самые обычные нулевки для получения 400-го итем-левела вещей. Это мало, будем честны. Максимальный повысится до 455-го. С мифик плюсов также лут поднимется. Но он будет ограничиваться лутом с 5-го или 6-го ключика. Что-то типа такого. Мы будем дропать там примерно, наверное, итем-левел 420-й какой-нибудь. То есть надо будет от таблицы отталкиваться просто-напросто. Да и все. Само собой, в момент выхода рейда, в момент выхода третьего сезона ПВЕшного, мы будем ходить мифик плюсы, будем закрывать рейды с целью получения новых вещей. Конечно же. Так как новые вещи получать приятно. Выскоуровневые тем более. Если они прокнут, это будет вообще идеально. В период с 10 по 17 число нужно будет закрыть какой-нибудь один ключик 10-й. Обязательно. С целью того, чтобы 17-го числа, в момент открытия мифик рейда, просто-напросто залутать вещицу самого-самого высокого итем-левела, какого только возможно, своего недельного мифического сундука. Далее, что мы еще хотим. В момент экипирования персонажа не стоит забывать об эссенциях. Затаргетите себе самые нужные три эссенции и просто-напросто работайте на них. Любыми способами, как-либо усиляйте их по уровням. Это дело весьма нетрудоемкое. Я думаю, вы с этим справитесь. Хоть это и не влияет на итем-левел, но это влияет на боевую мощь персонажа. Ну и в целом все получается. Фармим жемчужины, фармим мифик плюсы, ждем открытия рейда. В текущий момент это весь контент, которым можно заняться с целью того, чтобы повысить свой личный итем-левел. Ну, если, конечно, есть желание, можете посещать битву за Дазаралор в мифической форме с целью того, чтобы лутать какие-нибудь интересные вещицы, ну и, конечно же, проки. Также не забудьте про азеритовую пыль. Она будет весьма ценна и в третьем сезоне Battle for Azeroth, так как будут новые азеритовые вещицы и 445-го итем-левела азеритки будут стоить вроде бы что-то около тысяч сорока пыли, насколько я правильно видел. Это большое число, и если у вас есть хотя бы в текущий момент немножко пыли, то лучше оставьте и не тратьте. Если вам срочно нужна какая-то азеритка, то придержите просто эту пыль на будущее. Также мы не забываем про профессии. Там можно скрафтить весьма интересные итемы. К примеру, в кузнечном деле можно скрафтить поясок и по ножи 410-е с сокетом. Это крайне уникально, потому что все крафты, насколько я помню, которые были раньше, они были без сокета. Ну окей, ладно, колечко было с сокетом. А тут получается ножки с сокетом это дополнительные статы, ступни с сокетом это еще дополнительные статы. В принципе реагенты достаточно легкие. Ну руда, руда, плавень, дистиллиум. То есть вообще копейки полнейшие. И как так, как можно этот итем крафтить с учетом того, что ты еще не посетил рейд? То есть сначала 410, потом 425, а потом 440. Но вот в крафте требуется какой-то сияющий глубинный кристалл, усиленный глубинный кристалл, восстановленный глубинный кристалл. Честно, у меня нет никаких мыслей насчет его получения, но если эти вещи можно будет крафтить с момента выхода рейда, это тоже весьма неплохой апгрейд к вашему этому левелу. Почему бы и нет? Не думаю, что с самого первого рейда, в самую первую неделю, там даже в момент выхода эпохального рейда, вы дропнете какие-то ноги или ступни, которые будут, к примеру, лучше, чем ваши, или лучше, чем те, которые вы скрафтите с помощью профессии. Думаю, эти кристаллы будут добываться относительно легко, там, может, с босса дропаться или что-то типа такого, или объединяться. Ну, думаю, суть поняли. Вещи крафтовые, они весьма полезны, и из-за того, что они с сокетом, они себя оправдают. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. Думаю, вы апнете хороший этом левел к рейду. У вас все получится. До скорого.